В этом видео мы с вами попробуем еду Северной Кореи. На сегодняшний день на юге сохранилось много блюд из северных провинций корейского полуострова, и они достаточно популярны. Однако сегодня мы попробуем блюда, которые в Южной Корее обычно готовят по-другому. Обязательно сравним их и расскажем, похожа ли северокорейская кухня на кухню этнических корейцев с постсоветского пространства. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Фудкор. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать! В данный момент я нахожусь в парке города Эль-Сан. Это город, который расположен на северо-западе от Сеул. Если вы поедете на метро, это примерно 20-30 минут. И сегодня в кадре я буду не один, со мной сегодня будет мой брат Костя. Вы, возможно, его помните из ролика про шашлыки. Он должен был уже подъехать, сейчас мы с ним встретимся и поедем в ресторан северокорейской кухни, который открыл северокорейский перебежчик. У тебя что, новый автомобиль, что ли? Да, забрал. Ты каждый раз просто приезжаешь на новых тачках. Это что? Ну, заказы. Тоже в Россию поезд? Да, в Хабаровск. Один заказал из Хабаровска. А сколько будет стоить, если я зато хочу такую машину? По секрету, 5-100. 5-100? Подключить. А сколько рыночная цена на нее в России? Начинается от 6. От 6? Да. Настолько дешевле можешь привезти? Да. А если у меня бюджет 2-3 миллиона рублей? Слушай, ну если такой бюджет, то это надо разговаривать, потому что это может быть Ликолай, может быть кроссовер, японец, корейец, немец. Все, что захочешь по твой вкус. BMW 3 серии? 3 серия будет стоить чуть-чуть дороже, это где-то будет от 3,5, скажем так. Но это будет дешевле, чем обычно? Конечно. Ну, много. В общем, если вдруг кто не знал, мой брат Костя занимается экспортом авто. Если вы задумывались о покупке автомобиля, неважно какого, вы можете ему написать, он вам поможет сделать все по красоте. Это не реклама, это я просто вот рассказываю о своем брате, так что если что, пишите. Ходит. Ходит. О, это 4 명и, я Kollegin. Мы учителя, чтобы сделать можно посмотреть? Мы утром вечером, мы учителя, которые учителяем. Мы учителя, но не учителя, carrot может быть п plat. Прямо хорошо? Спасибо. Да и щекея, получается, из Камбалы. Да, на Сахалине. А насколько я знаю, здесь тоже. Ее делают только на севере. Я не знаю, как его не делают. Да, щекея обязательно возьмем. Разница в чем? Там делают из Камбалы, а здесь из Минтая. Просто никогда не пробовали из Минтая щекея. Тут есть какое-то очень большое блюдо. Мне кажется, его надо брать. Смотри, как круто выглядит. А мы съедимся. Spanish-оголь Т. Они как очень хорошо изображены. sudмассаж Ben Grass. Прорусски. У них дано брать described усежends? про среду. Сок твоего тестя, стук, 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 стук. Тот, спрос крым elsки выкладывают из Минтая щекея. пора том, сейчас, можно замер с доком по сути? derivative уровень, сделки пряты простые? secretsliga фунта, с горленистей, проданы. Тут можно anticipated. Немного света т mosоч�ее отличления? Сунде уже так выглядит на картинке. Да-да-да, я вижу то, что это сунде прям очень похож на... Даже по картинке он очень похож на нас. Не то чтобы он прям такой... Сейчас просто прям, как он в живую. Мы сделали заказ, и пока что нам принесли вот такой вот милый чайничек. И знаете, что в нем? В нем бульон говяжий, который обычно используется для приготовления и добавления в нэнмён. Но только разница лишь в том, что он теплый. Я бы сказал, даже горячий, но уже такой тепленький. Очень, кстати, вкусный. Под него есть специальные здесь вот стаканчики, отдельные под воду и отдельный вот под этот бульончик. Очень насыщенный, кстати, очень соленый. Мне очень нравится. Друзья, ну а если вы хотите больше знать о различиях кухонь Северной и Южной Кореи и быть в теме, то лучший способ это сделать – посетить дзен. На главной странице в специальной ленте вы найдете все самое интересное и актуальное, что поможет вам всегда быть в курсе всех событий, отслеживать свежие тренды, открывать новые маршруты для путешествий и, конечно же, находить полезные и вкусные рецепты. Здесь очень удобно искать интересующую вас тему в специальных подборках, где контент постоянно обновляется. Можете смотреть короткие ролики, полезные обучающие видео и читать статьи. Кулинария, путешествия, новости, рецепты и многое другое – все это доступно в одном месте. Умные алгоритмы быстро построятся под ваши интересы и вы всегда будете в теме. Не забывайте подписываться и на мой дзен канал, там помимо видео я также публикую интересные статьи о корейской еде, корейской культуре, а также рекомендую свежие новинки из корейского кинематографа. Друзья, нам уже принесли первые блюда. Мы заказали себе щеке из минтая. И вот это блюдо, оно называется здесь… Короче, в России это называют корейцы меча. А здесь это называется… Напомню, как? Да. Вот. Короче, это по сути дела салат из огурцов с говядиной по-корейски. Мы сейчас будем пробовать его, какой оно на вкус, похоже ли на наше, но выглядит очень похоже. И смотрите, щеке – это, чтобы вы понимали, блюдо, которое делается из рыбы, и часто в России его называют панчани. Но на самом деле это называется щеке. Что на севере, что на юге. Что на юге. Вот это красота! Друзья, смотрите, нам принесли сунде. И знаете что? Я вижу внутри рис, и это очень необычно, потому что в Южной Корее обычно кладут… Крахмальную лапшу. Да, бататовую вот эту вот серую лапшу. И многие из-за этого, кстати говоря, спорят, что какая сунде вкуснее. Какая колбаса вкуснее. Та, которая готовится у нас, или та, которая готовит с Южной Кореей. И кто-то говорит, что наша вкуснее. И мне кажется, что вот эта сунде очень похожа на наша. Давай попробуем. Сразу вот прям с него начнем, потому что оно очень круто выглядит. Нарезано еще так тоненько и аккуратненько. Не похоже, да? Нет. Вообще не похоже. Погоди, давай дадим им шанс вот этой колбасе еще раз. Макнем в соус. Может быть, соусом будет похоже. Это обычный соус с уксусом и лучком. Вообще, друзья, не похоже. Выглядит очень похоже, но на вкус вообще не то. На вкус, да, это совсем другое. Ну, кстати говоря, согласись, вкус какой-то своеобразный. Он не похож ни на наше сунде, ни на сунде, которое готовят здесь, в Южной Корее. Согласен. Чапсаль сунде здесь необычный рис. Который клейкий. Да, липкий, прям как на клей. Да. Очень сильно он чувствуется и как бы, ну, вообще прикольный. Такое ощущение, что вот я реально ем не колбасу, а рис. Да, есть такое. Очень необычно. Ну, давай теперь перейдем к рыбе. Обычно у нас на сахаренищике делают из камбалы, но здесь почему-то он из ментая. И нам дали ножницы с щипсами специально, сказали, порежьте и попробуйте. Но мы там обычно его кушаем целиком. Кстати говоря, Костя родился где? В Хабаровске? Да, в первом доме. Но жил, получается, ты долгое время в Корее сначала, а потом переехал обратно в Хабаровск. А мама у тебя сахалина, поэтому ты про сахалинскую кухню все знаешь. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Мне кажется, нам дали прибород, потому что увидели, что у нас 4 человека и сказали, вот разделите их. Хотя, знаю привычку хангуков все нарезать, даже в лапшу, поэтому я не удивлен. Ну, давайте попробуем. Выглядит на самом деле очень аппетитно. Очень сильно отличается от того, что обычно у нас готовят, потому что здесь еще нет редьки, да? Нет лоба. Ну, пахнет, кстати, вообще один в один, прям точь-точь. Давай пробовать. Ммм, да и по вкусу он такой же. Один в один. Друзья, если мы ведем речь про, как все привыкли назвать это, панчани, это, блин, один в один. Вообще, объясни моим подписчикам, в чем разница между щеке и панчани. Есть ли она вообще? Постоянно у меня в комментариях из-за этого некоторые люди даже ругаются. Особенно представители как раз-таки сахалинской диаспоры корейцев. Слушай, на самом деле есть разница. Почему? Потому что щеке, это основной ингредиент этого салата, скажем так, это рыба. Тот салат, который называется панчани, там идет основа. Это лоба, редька. То есть там больше редьки. Я не согласен, знаешь почему? Потому что на сахалине щеке готовят из камбалы, а у нас обычно это из речной рыбы. Вот. И многие говорят, что именно из этого вкус разный. Ну, на самом деле, сейчас ем мы щеке из минтая и, блин, один в один. Да, это прям пулю-пулю. Очень вкусно. Вообще, на самом деле, после вкуса чувствуешь вот это минтайное? Да, есть. Ну, вот когда делаешь первый вкус и жуешь в процессе, оно реально похоже именно на привычное нам панчани, либо щеке. Я часто слышал в России, что это рыба для кошек. Ну, не знаю. Я всю жизнь ел минтай в детстве, особенно любил его есть. Не особо понимал, почему многие воротят от него у нас. И, кстати говоря, само название минтай, насколько я знаю, я могу ошибаться. Вы, кстати, поправьте меня в комментариях, если я не прав. Само название минтай как раз-таки происходит от корейского названия минтэ. Здесь очень много блюд с ним. Мы последний раз с тобой ели что еще? Мы ели с тобой кударим учим. Это очень вкусный прям салат. И, знаете, он готовится как раз-таки из такого сушеного минтая. Ну, такого полусушеного минтая. И он очень похож на наше хе. Но оно все-таки другое. Сама текстура другая. Там еще добавляют внутрь мелко нарезанную соломкой грушу. Естественно, репчатый лук. Морковка, по-моему, тоже там была чуть-чуть. Да, чуть-чуть морковки. В общем, это очень вкусно. Очень похоже на наше хе. Но все равно немного другое. Минтай классная, короче, рыба. Чего я распинаюсь, блин? Я полностью согласен. Минтай это очень классно. Здесь даже есть, кстати, классный суп из сушеного минтая. Как он называется? Пугу кук. Да, да. Пугу кук. Очень мне нравится. И готовится, кстати, тоже там, не знаю, минут 10, наверное. Только нужен сушеный минтай. Кстати, пугу кук на похмелку на следующее утро. Вообще идеально. Ну, да, его постоянно там варили родители, допустим. Вот сын пришел после гулянки, раз, на следующее утро. Я пугу балал. Я, кстати говоря, очень люблю этот суп. И тоже, кстати, когда помню в свое время я изучал, как готовят этот суп, искал информацию. Я часто натыкался на ролики в YouTube, где как раз его представляют как похмельный суп. Вот. А похмельный суп самый главный в Корее, наверное, все-таки пехе джан кук. Вот. Но, тем не менее, что не так? Ну, пехе джан кук, похмельный суп, это больше для иностранцев. Обычно, если ты прям родился и вырос здесь, то тебе больше варят либо пугу кук, либо кономуль кук. А, ну, кономуль кук это из ростков соя. Но я не совсем понимаю. Все-таки, на мой взгляд, похмельный суп должен быть острый, кислый, соленый. Вот прям вот как все обычно и любят. Ну, конечно, я согласен с этим. Поэтому даже рамен отлично заходит с похмелья. А еще здесь есть, насколько я знаю, суп из черной козы. Его тоже считают похмельным. Вообще, на самом деле, наверное, так если разобраться, любой корейский суп можно считать похмельным. А ты, кстати, в курсе, что это за суп из черной козы? Конечно, в курсе. Я пробовал. Я вот в Корее уже полгода и так и не попробовал этот суп. И сколько раз я был до этого в Южной Корее, очень всегда приходилось ехать куда-то к черту на рога. Поэтому я так и не попробовал его. Обещаю, что в следующий раз мы с тобой его попробуем. Ну, если это видео наберет как минимум 3000 лайков, то я его с собой обязательно потащу туда. Ну, 3000 лайков для нас-то не проблема, да, друзья? Хотя бы 10 тысяч. Не, я так и хочу попробовать этот суп. Давайте так. 38... Не тысяч. 38 лайков и сниму этот суп. Надо, значит, это пробовать, пока это горячее. Да, пока она горячее. Друзья, пока мы пробовали щеке, нам принесли невероятно интересные и классные пельмешки. Мандони называются кулимманду здесь, потому что они, знаете, такие ручной работы, именно скатаны. То есть они не в тесте, там начинка не внутри теста. Я так понимаю, здесь начинка в перемешку с тестом. Да, получается. Скатаны вот такие вот кусочки и прикольно это выглядит. Пахнут невероятно и это очень необычно выглядит. Прям, прям очень странно. А пахнет, как эти, как вот тефтельки, да? Да. Ну-ка, давай попробуем их. Слушай, а все-таки здесь сверху еле-еле тонкое тесто, да? Угу. Все-таки начинка внутри. Просто тесто такое настолько тонкое, что оно прозрачное, и как будто бы ее, и как будто этого теста нет. Слушай, она настолько вкусная. Да. Заметьте вот трава пучу? Да, да. Чтобы... Вообще здесь на самом деле очень много зелени, и они очень сочные. Кто не знает, пучу это шнит лук такой, знаете, тонкий плоский лук. Блин, вкусно. Да, это серьезно, это очень вкусно. Ммм. Наверное, лучшая манду, которую я ел. Согласен. Согласен. Офигенно. Не могу понять, есть ли внутри. Просто часто в Южной Корее добавляют внутрь тофу. Либо еще крахмальную лапшу. А здесь нет ни того, ни другого. И очень вкусно. Очень интересное в этом плане различие кухни севера и юга. Итак, мы добрались до салата, который у нас обычно называется ве-ча. Правильно вообще называть его уй-че. Но у нас он называется ве-ча. А здесь он бы назывался уи-мучим. Но здесь его назвали сокоги-чу-мучим. Угу. Ну, пахнет, кстати, не так, как у нас. На вкус он чуть более слаще. Именно огурец. Слаще, кислее. Знаете, в чем еще разница? У нас обычно говядину жарят. А здесь она вареная и нарезана на такие слайсы. Но вообще вкусно. Такое ощущение, что сюда еще добавили что-то из фруктов. Мне, конечно, яблочный уксус. Уксус. Точно. Яблочный уксус. Вы меня часто спрашиваете, можно ли заменить в рецепте ве-ча рисовый уксус на яблочный. Можно. Будет вкусно. Я, кстати, много раз об этом отвечал в комментариях. Не могу, к сожалению, всем ответить. Вас очень много. Но, тем не менее, знайте, если вы готовите такой салат, можно использовать яблочный уксус с суши. Я, наверное, попробую как-нибудь приготовить подобный вариант как раз-таки с вареной говядиной и с яблочным уксусом. Потому что и предыдущие, и наш ве-ча, он такой, кажется, не сильно тяжелым салатом. А вот с вареной говядиной вообще прям замечательно. Обязательно не забудь позвать. Я запомню этот вкус. Ты же сейчас здесь живешь. Как я тебя туда позову? А, ну ладно, я здесь приготовлю. Ну, либо яблочный ве-ч. Так уж и быть. Ты сою пробовал? Сою? Нет, сейчас мы до нее доберемся. Что? Вообще другая? Вообще другой вкус. Да? Первый раз пробовал такой вкус. Нам принесли же еще несколько панчанов. А именно, принесли сою, кимчи и вот такой вот янпэчу кимчи. То есть, чтобы вы понимали, оно, во-первых, белое, оно еще сделано из белокочаной капусты. Я, если честно, я знаю, что в Корее делают янпэчу кимчи, но я ни разу его здесь не ел именно в белом варианте. Ты вот ел его хоть раз? Я сейчас его тоже буду пробовать первый раз. Мне, конечно, вкус удивит нас прям очень. На самом деле это очень сильно похоже на кимчи, который делал мой отец, когда я был маленький. Потому что тогда не было пекинской капусты. Точнее, она была дорогая, и ее было сложно достать. Поэтому делали с белокочаной. Ну, выглядит прям как из моего детства. Ну-ка, давай, бери тоже. Да? Это просто пэк кимчи белая. Только из белокочаной капусты. И очень кислая. Она кислая. Почему она такая кислая? Не знаю. Мой отец сделал по-другому. Я, причем, знаешь, чувствую, что здесь кислость. Нет, здесь, слушай, здесь уксус есть. Тут, мне кажется, очень много уксуса. Да. Неестественная ферментация, а именно здесь уксуса много. Ну и, да, потому что капуста достаточно свежая. Она прям до сих пор хрустит. Слушайте, очень спорная штука. Но вот здесь еще есть, нам принесли сою. И давайте ее тоже попробуем. Соя, конечно, тоже выглядит интересно. Тоже не похоже ни здесь, как это делают, ни у нас как. Кстати говоря, салат из сои у нас, когда делают, он очень похож на южнокорейский вариант. А этот вообще не похож прям. Знаешь, тебе складывается какое мнение, что в северокорейской кухне как раз-таки остроты очень мало, только в определенных блюдах. Потому что даже в пончанах, если мы берем сою, то у нас делают ее обычно острой. Ну, либо пикантный. Потому что иногда добавляют много черного перца. Молотого, а не красного. В Корее же, в Южной Корее, постоянно добавляют красный перец. Здесь же вообще перца нет. И вкус такой прям кисленький, сладенький. Я бы сказал, больше кисленький. Это похоже на квашеную капусту, только соя. Короче, представьте, вкус квашеной капусты, только это соя. Ну да, кстати, больше никакого, скажем так, примера подходящего нет. А ты попробуешь еще кимчи? Вот кимчи очень похожа на наших, которые вот, допустим, когда прям еще раньше и раньше бабушка мне делала, еще там на Сахалине. Вот он прям похож по кусту. Ну, ты меня заинтриговал. Ну, выглядит как обычное кимчи, только не такое прям ярко-красное. Да. Да? Нет, знаете, рыбного соуса. Да, рыбного соуса нет. Нет, вообще ничего, что добавляется обычно, что-то кальтом и так далее. Просто капуста, обмазанная вот этой пастой конкочи. Ага. И просто, да, вот как. Короче, это такое типичное, даже, наверное, не российское, советское кимчи. Советское кимчи, да. Советское кимчи. Но, как мы выяснили, это кимчи, которые делают в Северной Корее и которые очень сильно похожи на кимчи наших этнических корейцев. Мне нравится. Мне тоже нравится. Да, мне и то, и то кимчи всегда нравится. Мне, конечно, больше южнокорейский вариант нравится, но это прям тоже очень хорошо. Между прочим, это заведение основал перебежчики Северной Кореи. Здесь висит его портрет, здесь висит портрет, я так понял, его семьи. И в Северной Корее он тоже работал поваром. Серьезно? Ну, я так, по крайней мере, нашел именно информацию в открытых источниках. И, собственно, когда он сюда переехал, он решил открыть ресторан, и он решил готовить именно по рецептам, точнее, по технологиям, как это делают именно в Северной Корее. И знаете, учитывая, что для нас это вообще, ну, совершенно как будто другая кухня, вот согласитесь, мы как будто едим не что-то другое, непривычное для нас. Не корейская, не наша этническая, вообще это совсем другая кухня. Я думаю, что он в полной мере, ну, серьезно подошел к делу и действительно создал уникальное меню. Блин, это что-то очень необычное, интересное и, кстати говоря, вкусное. Тоже крахмальная лапша. Интересно, на Севере много, ну, наверняка там много крахмальной лапши. Ну, наверное, есть крахмальная лапша. Потому что все-таки там же бедный регион считается. Пшеничная лапша, наверное, там на вес золота. Поговаривают, что именно поэтому гречневая лапша на Севере более популярна, потому что там она лучше растет и это, типа, считается недорогой в производстве культурой. Там, смотри, манду тоже внизу лежит. А еще мне нравится эта сковородка, она выглядит как корона, да? Знаешь, у каждого в своем уме, ну, скажем так, по работе своей. Когда она принесла, я думал, что это диск от колеса. Это все твоя правдеформация. Да, да, да. Она сказала, сначала нужно съесть мясо потихоньку, а потом уже свариться овощи. Так, ну что, раз нам сказали начинать с мяса, давай начнем с мяса. И она также сказала, что обязательно нужно мкнуть соус. Интересно, что это за соус? Это соевый соус. Ну, соевый соус, да. Причем наверняка тоже я вижу лучок и, скорее всего, там еще уксус идет. Ты что, какой-то супер большой кусок взял? Я вот постеснялся, а ты... Да, ну ладно, давай, ешь. Ну, обычная вареная говядина, но соусом, конечно, классно. Ты можешь какую-нибудь привести аналогию? Мясо нежное, мягкое. Ну, его просто очень хорошо сварили. Знаешь, что, заметь, здесь вот эти вот жилки есть, и они тоже прям тают во рту. Я не знаю, как это правильно, жилки или что? Да, мясо маринованное. Нет, это вкус бульона. Да, задумаешь? Да. Просто я чем дальше езжу, тем чувствую вкус. Да, обычная говядина. Слушайте, в общем, это очень интересно. Необычно. Точнее, как? Наоборот, обычная, но очень вкусная. Просто вареная говядина с соевым соусом, которым добавлено немножко уксуса и лучка. Слушай, мне интересно, а что отличается эта говядина? Ну, судя по тому, сколько здесь вот этих вот штук, жилок. Я не знаю, короче. Я думаю, что для этого блюда подойдет абсолютно любая часть, потому что чувствуется, что варили очень долго говядину эту. Поэтому можно смело брать и задний отруб, который более жесткий, и все равно будет вкусно. По крайней мере, вот этот вот соус. Да, это соевый соус. Я чувствую, что здесь немножко, чуть-чуть прям сахара. Да, даже вкусно. Ты как этот конжен сомелье, знаешь? Посмаковал, во рту покрутил, на языке там и так далее. Каша просто, она тут вместо сахара, в смысле, она смешала два вида соевого соуса. Не, сладость однозначно есть. Просто не похоже, что сюда темный добавили, мы бы другой цвет увидели. Да и откуда соевый? С Северной Кореи темный соевый соус. Хотя они же сейчас... Ну, они часто делают к Южной Корее. Не, ну просто еще они же наверняка с Китаем торгуют, так что, возможно, там есть. Знаете, в чем еще особенность этого блюда? Знаете, что здесь достаточно много лапши, и сначала рекомендуют съесть именно говядину, а уже все остальное доваривается. Естественно, вам подольют всегда бульончик, когда он у вас немножко выпарится, либо когда вы его уже съедите. Также все пончаны здесь обновляются, это очень здорово, я это очень люблю. И что ты еще можешь сказать? Как тебе бульон понравился? Ну, на самом деле, очень знакомый вкус. Очень знакомый? Просто не могу вспомнить, на что он так сильно похож. Ммм. Вкус? Ну, конечно, вкусный. Нин-мён. Нин-мён. Ну, если охладить, будет похоже на нин-мён. Нет, это прям именно знакомый вкус. Детство? Да. Ну, я не знаю. В детство у тебя половину прошло здесь, половину в России, так что вспоминай. Да, именно с того момента, когда я находился в России. А, да? Ну, я же тоже на каникулы ездил даже скорее в Россию постоянно. Блин, ну-ка, дай-ка я сейчас попробую еще раз. Не могу сказать, короче, не знаю. Знаете, что я могу сказать определенно? Вот Сунде мне здешнее не особо понравилось, но, как Костя подметил, достаточно верно. Оно очень заразное, мы его почти съели, я сам не обращал внимания, как постоянно его им что-либо закусывал. Мне здесь очень нравится, но скажу вам так, ценник здесь чуть выше среднего, да? Здесь прям чувствуется, что дороже. Здесь очень дорого. По крайней мере, вот тот же, если… Мы, кстати, еще сегодня нин-мён не заказывали. Кстати говоря, если вы не знаете, нин-мён – это самое популярное блюдо северокорейской кухни. Его здесь зачастую называют именно пхеньянский нин-мён. Возможно, вы даже видели этот нин-мён в какой-нибудь дараме. Я вот помню «История девятихвостого лиса». Смотрел, нет? Нет? Ну ладно. Короче, там главный герой, вот именно девятихвостый лис, обожал нин-мён. Причем он обожал именно пхеньянский нин-мён. И они там с братом постоянно сидели и ели в заведении, где подавали именно тот пхеньянский нин-мён, который он помнил с какого-то там одиннадцатого, двенадцатого либо пятнадцатого века. Я даже это могу дополнить. Мне кажется, все знают такой хороший бренд Samsung. Да. Вот сейчас нынешний генеральный директор – это, получается, сын. Да. Он никогда не улыбается на фотографиях. А когда, получается, их пригласили в Северную Корею попробовать, предыдущий президент был в Южной Корее, их всех вместе приглашали в Северную Корею. К этому, скажем так… А, я помню, когда они вышкались. Да-да-да-да. Вот он единственный раз улыбнулся тогда, когда он попробовал пхеньянг-мигмён. Да. Очень забавная история. Я прям чувствую эту разницу, потому что я привык, что вся корейская кухня, ну, в большинстве своем, да, вот именно в Южной Корее, она либо очень пикантная, либо острая и очень яркая. А здесь всё как-то сдержано, да? Я понял, да, что ты хочешь рассказать. Здесь сдержано всё и по цветам, и по вкусу, преобладают больше кислые нотки. И плюс ко всему, заметь, да, оно всё как будто менее жирное. Да. Как будто более постное, что ли, но при этом сытное. Вот нам ещё вот сколько есть, а я уже чувствую, что наедаюсь. То есть мы даже щеке не доели. Заметил? Тут нигде не чувствуется вкус, скажем так, сахара. Да, да. Единственное, что вот только если брать кимчи, вот, и то там больше такое, чувствуется сладость от яблочного уксуса. Ну, я имею в виду не кимчи, а вот, допустим, в том же бэк кимчи, либо в этих ростках сои. Но в целом, действительно, я с тобой соглашусь, это очень необычно. По крайней мере. Здоровая пища. Здоровая пища. Да, ребят, короче, какой мы можем сделать вывод? Северокорейская кухня, судя по всему, более здоровая. Мы, кстати, забыли вам рассказать про вот это огромное блюдо. Оно называется обок ченбан. И если... Мы сейчас посмеялись, потому что если дословно переводить на южнокорейский вариант, это как переводится? То есть рыбежо. Рыбежо, да. Хотя здесь не рыба, ничего, здесь именно мясо, куча овощей, лапша и манду. В чем смысл, я не до конца понял. Короче, Костя пошел к шеф-повару и все у него узнал. Раньше он вообще назывался у-бок ченбан. У-бок это, получается, часть говядины, на северокорейском причем. А потом поменяли, получается, первую букву на о, на ингым о, то есть императорское о. И даже это блюдо сейчас, в нынешнее время, не могут позволить себе обычные люди. Их могут кушать только офицеры. Ну, либо уже те, которые призвали их. А, это именно в Северной Корее такое, да? Да, именно в Северной Корее. Слушай, ну и подают его вот в такой прям короне, прям королевской. Да, выглядит очень круто. Ну, значит, можно себя чувствовать практически императорами, да, и, ну, как минимум, высшими чинами офицерскими. Очень классное блюдо, на самом деле, и очень дорогое. Большая часть счета, больше, я бы сказал, больше половины всего сегодняшнего нашего стола, именно по деньгам, выйдет только за это блюдо. Я смотрю, ты очень сильно увлекся щеке из минтая. Я смотрю, тебе очень понравилось. Сразу чувствуется, что сахалинская кровь внутри тебя. Слушай, ну да, я же только что повторился и сказал, что я обязательно скажу маме, чтобы она попробовала сделать из минтая. Потому что это очень прикольно, и она намного мягче, чем из камплы. Минтай в России не любят. А, забыл. Да, я почему-то называю это кошачьей рыбой, хотя, кстати говоря, вот объясни, почему в Корее очень сильно любят минтай? Ты наверняка же знаешь, я просто знаю, но я хочу, чтобы ты рассказал. Ну, на самом деле, из минтая можно сделать столько блюд. И в Корее, на самом деле, из них очень много блюд. Даже у минтая на корейском языке более 20 названий. Можно там сделать на полусушеное, на полностью сушеное. Сварить суп, сделать салат, сделать кляр, сделать даже щеке. У них даже названия отличаются в зависимости от того, когда заморожен он был, когда выловлен был. Да. Время года. Да. Рыба эта здесь очень ценится. Да, ее настолько любят, да и тем более она недорогая рыба. Она дешевая, но она очень, скажем так, своеобразная, очень вкусная по своему вкусовому качеству. Не знаю, почему в России не кушают минтай. Короче, это не северокорейская водка, но по вкусу она, говоря, самая, ну, похожая. Она производится в Южной Корее, где-то в Андоне, в городе Андон. Но по вкусу, говорят, она самая схожая с северокорейской водкой. Андон, насколько я знаю, там производят еще и премиум сочи. Да, 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 да. Интересно. Ну, в следующий раз мы сюда зайдем и обязательно попробуем. Что-то мне интересно. Так как мы сегодня все не пьющие, кроме меня почему-то. Ну, я за рулем. Ты за рулем, да. Итак, друзья, вот и закончилась наша трапеза. Давайте сразу расскажу про цены. Общий счет у нас вышел на 146 тысяч вон. И чтобы вы понимали, это не просто выше среднего. Это прям весьма и весьма дорого. И больше половины счета у нас ушло только на одно блюдо. А именно у бок чемпан. Это вот это вот большая королевское, королевское блюдо императорское. Блин, я не знаю, как его назвать еще. В котором было мясо, много лапши, всевозможные овощи. И непосредственно еще там были вот эти вот манду, которые похожи на котлетки. И знаете, в принципе, если вы закажете только одно это блюдо, вам хватит. Вы наедитесь и уйдете довольны. И, в принципе, даже по ценнику получается вполне нормально. Но так как я хотел попробовать все, а еще и сравнить, поэтому я заказал практически все меню. Мы не попробовали только северокорейскую лодку. Мы не попробовали еще нэн-мён. Их там много разных видов. Но так или иначе, почти все минимум попробовали. И это действительно очень сильно отличается от той кухни, которую я привык есть в Южной Корее. И достаточно сильно отличается от кухни этнических корейцев, которую я всю жизнь ел у себя на родине. Я однозначно рекомендую это место к посещению. Оно весьма необычно, оно самобытно. И если верить истории этого заведения, а также рассказам шеф-повара, то здесь готовят именно так, как готовят в Северной Корее. Для тех, кто собрался посетить Южную Корею, я оставлю адрес в описании под этим роликом. Ну, а я благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Мне сегодня помогал мой брат Костя. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!